И так, друзья, мы с вами говорим сегодня снова о поэзии. В прошлый раз ввели мы беседу про Ивана Сергеевича Тургенева. Можно сказать, это была такая фактически поэтическая проза. Помним, наверное, отрывки из «Бежина луга», из рассказа «Бежин лук». Помним, какие там были пейзажи. Мы с вами их обсуждали, обращали внимание, насколько они подробные, детальные, какие мелочи, такие тонкие моменты подмечает Тургенев. А сегодня у нас будет уже поэзия такая привычная, стихотворная. Возвращаемся мы опять к чтению поэзии. И тема наша – это Федор Иванович Тютчев. Если кто тему записывает, можете просто написать стихотворение разных лет. Ну а здесь на слайде у нас название лекции даже с теми стихотворениями, которые мы будем сегодня читать. Это «Листья», это «Неохотно и несмело» и «С поляны коршун поднялся». Три стихотворения прочитаем. Казалось бы, немного, но много чего там найдем. Поанализируем, попробуем какие-то еще смыслы дополнительные там найти, разыскать. Так, значит, Федор Иванович Тютчев. Но сначала, как всегда, как обычно, годы жизни, давайте посмотрим. 1803-1873. Долгую жизнь достаточно прожил Тютчев. И, как видите, был современником и Пушкина, и Лермонтова, и, собственно, практически большую часть 19 века он застал на своем жизненном пути. Ребята, если кто-то только что подключился, у нас сегодня Федор Иванович Тютчев и его поэзия. Ну, немного о детстве и юности, и о семье. Вот семья немаловажна была для такого становления, вообще для такого мировоззрения Тютчева. И так родился он в Орловской губернии, в такой вот средней полосе России. В весьма старинной семье дворянской, с такими патриархальными традициями, вот, в очень культурной семье. Своим родителям, например, сохранилась его переписка с родителями. Он писал такие очень трогательные, нежные письма всегда, когда был за границей. Значит, родители. Отец Иван Николаевич по воспоминаниям современников отличался необыкновенным благодушием, мягкостью, редкую чистотой у нравов и пользовался всеобщим уважением. Радушный и щедрый хозяин был. Человек рассудительный, с спокойным, здравым взглядом на вещи. Радушный и хозяин, ну, это такой вот гостеприимный, приветливый. Мать Екатерины Львовны происходила из старинного дворянского рода толстых, то есть вот тех самых толстых, из которых потом и Лев Николаевич Толстой появится. Современники описывали ее как женщину замечательного ума, сухощавого нервного сложения, с наклонностью к ипохондрии, с фантазией, развитой до болезненности. Ну, ипохондрия, наверное, слово незнакомо. Это такая вот тревожность, мнительность, когда кажется человеку нередко, что он болеет. Ну, вот такая была очень чувствительная натура, мать Тютчева. Ну, и повторю, что очень такие достаточно теплые отношения их связывали, вот, и сохранилась переписка Тютчева с родителями. Вот, он им всегда такие вот очень теплые, нежные письма писал. Вот, ну, и здесь еще видим мы с вами, да, это дом-музей Тютчева в Овстуге, Брянская область. Вот, ну, на самом деле уже здание такое отстроено было позже. Вот, то есть, к сожалению, изначальная усадьба не сохранилась, но вот там такой есть сейчас дом-музей. Вот, да, друзья, приветствую, кто только присоединился. У нас сегодня Тютчев Федор Иванович. Итак, как и множество дворянских детей в то время, получил сначала Тютчев образование домашнее, такое вот семейное. И очень важной фигурой для него стал Семен Егорович Райч. Сейчас мы про этого поэта особо не слышали, не слышим нигде, не читаем. Вот, но для своего времени он был такой важной, значимой фигурой. И он был педагог, поэт, литератор. Вот, ну, и занимался тем, что вот был таким домашним учителем. Там у разных дворянских детей, ну, вот, репетитором, можно сказать. Вот, и как раз-таки Семен Егорович Райч и был чтецом вот первых литературных опытов Тютчева. Вот, он их поощрял, то есть всячески им способствовал. И под его руководством, вот, юный Тютчев, он языки иностранные изучал. И уже там в достаточно юном возрасте тогда мог переводить хорошо. Вот, и сам Райч, вот я сказала, что он писал стихи. Он переводил поэзию античную, античную, то есть древнегреческую, древнеримскую, итальянскую поэзию переводил. Вот, преподавал словесность, ну, то есть, да, словесность, все, что связано с языками и литературой. Еще и был председателем литературного общества. Он создал такой кружок, назывался Кружок общества друзей. Вот, литературный кружок, где там проходили какие-то встречи, ну, там, литераторов, писателей, поэтов. Они читали друг другу свои произведения, обсуждали их. Тоже в то время, в то время такие литературные вот кружки общества, они были, ну, можно сказать, в моде. Вот, да, вот, один из способов досуга, один из таких, один из способов отдыха вот юных, да и не очень юных, да, вот, дворян, кто увлекался словесностью, кто увлекался литературой, поэзией. Вот, и также Раич издавал литературные журналы. Вот, то есть, вот, человек так себя посвятил целиком словесности в самом широком смысле слова, то есть и поэзия, да, и критика, и издательское дело. Вот, еще и, да, вот, преподавал. У него были воспитанники, и вот, в том числе, Федор Иванович Тюльчев. Вот, так что, Семен Егорович Раич, повторюсь, сейчас мы его как поэта практически не знаем, да, наверное, о нем не слышали, я думаю, вот, но, повторюсь, такая крупная фигура, серьезная для своего времени в плане литературы и такой вот популяризации литературы тоже. Итак, ну, после такого домашнего обучения Тюльчев учился в Московском университете, в Императорском. Ну, собственно, единственный был тогда Московский университет, назывался Императорский. Вот, там он, ну, как вы видите, такое гуманитарное образование, как мы бы сейчас сказали, получил. То есть слушал он лекции по истории литературы, по истории литературы, вот, и там теории литературы, по археологии даже, истории изящных искусств, ну, изящное искусство, вот, живопись, музыка. То есть, повторюсь, такое вот у него было образование, можно сказать, гуманитарное. Вот, и по окончании университета Тюльчев уезжает за границу надолго, да, больше 20 лет он там провел. Вот, и служил он дипломатом на дипломатической службе. Он там находился, вот, жил в Германии, и, живя там, он переводил немецких поэтов. То есть Тюльчев, он еще, кроме как поэта, мы его еще и как переводчика знаем. Ну, и немецкие поэты Гейна, Геота, Шиллер, Гердер, я думаю, что какие-то из этих фамилий точно вы слышали. Так что, повторю, еще мы знаем Тюльчева как переводчика. И уже вот, вернувшись в Россию, Тюльчев начинает так активно писать стихи и издаваться. Так, Лойко пишет, та же Пушкину были посвящены стихи Тюльчева. Ну, конечно, они, да, я вот говорила, что они были современники, конечно же, да, Пушкин был такой авторитетной фигурой, да, безусловно. Я думаю, что если вы что-то из Тюльчева читали или вот сейчас, да, услышали его имя и как-то, может быть, стали вспоминать, что же я из Тюльчева знаю, что же я читал, наверняка у вас сразу такая ассоциация Тюльчев-природа, да, вот так он настолько известен именно своими пейзажными стихотворениями о природе, что вот наверняка эта ассоциация Тюльчев-природа тут же возникает. Я вот в этом уверена на большое количество процентов. Вот, совершенно верно, Тюльчев, конечно же, он такой поэт-пейзажист, но не только пейзажист, еще и поэт-философ. У него и любовная лирика есть, и гражданская лирика, это вот когда пишет поэт о стране, о родном крае, о народе, ну и причем пишет не обязательно в каком-то таком похвальном ключе, не обязательно он восхваляет только лишь там свою родину или родной край. Он может писать как-то с болью, что-то критиковать, да, вот в чем-то даже разочаровываться. То есть гражданская лирика, гражданская поэзия – это вообще в целом там о стране, о родном крае, о государстве, о народе. Но эта поэзия может быть с разным настроением, с разными мыслями. Это я к чему говорю? К тому, что у Тюльчева разные были темы в его поэзии, много было чего-то философского. Вот эта гражданская лирика тоже, гражданскую лирику тоже он писал. Ну и нас с вами в первую очередь сегодня интересует лирика пейзажная. На всякий случай, если мало ли непонятно, лирика – это стихотворение, да, это я сейчас говорю о стихотворных произведениях. Итак, давайте посмотрим, какие особенности у лирики Тюльчева можно выделить. Ну вот преобладание пейзажей, о которых я уже сказала. При этом часто мы видим пейзаж какого-то конкретного времени года. И еще нередко описывается Тюльчевым переход от одного сезона к другому. То есть вот те иногда даже, знаете, глазом не всегда уловимые изменения, которые в природе происходят. Вот такие моменты межсезонья. Ну, я думаю, вы тоже замечали, наверное, сами как-то. Вроде зима-зима, снег, как-то все совершенно не верится, что этот пейзаж изменится, что будет тепло. И как-то вот в какой-то день мы обнаружили, что уже снег сошел, почки стали набухать, но не заметили, как к этому природа-то пришла. Какое изменение, какие тонкие изменения происходили между этими сезонами, как от одного сезона к другому природа менялась. И вот такие переходные моменты, к чему я это все рассказываю, Тюльчев, он фиксирует у себя в поэзии. Смотрите, пейзаж, когда мы вообще в поэзии с вами с пейзажем сталкиваемся, то тут надо понимать, что пейзаж – это далеко не всегда просто вот такая картинка, просто декорация. То есть, когда мы читаем с вами стихотворение, в котором описывается пейзаж, в котором мы видим картины природы, мы можем прочитать за этими картинами природы, за этим пейзажем, мы можем прочитать еще какую-то мысль, идею поэта. То есть, повторю, это не просто вот нам картинку показывают или как в живописи, или как в фотографии, вот пейзаж и все. А за ним, за ним еще может стоять какая-то мысль, какое-то размышление. Просто поэтому сделано так, что вот эти картины природы у нас могут ассоциироваться с чем-то, подталкивать нас к каким-то мыслям. Поэтому еще одной особенностью поэзии Тетчева можно назвать то, что вот картины природы отображают раздумья поэта на различные философские темы. На всякий случай тоже поясню, что такое философские темы. Не думайте, что философские темы – это всегда что-то сложное, такое вот очень неконкретное, абстрактное. Это имеются в виду такие вечные вопросы человеческой жизни, человеческого бытия, которыми задавалось человечество на всем протяжении своей истории и культурной жизни. То есть философские темы, если вот мы с вами говорим про поэзию, они так отвлечены от быта, от нашей такой жизни земной, совсем приземленной. То есть если, например, поэт пишет гневное стихотворение о пробках на дорогах, это не философская тема, она как раз максимально такая бытовая, она приближена к нашей суровой, не всегда приятной реальности. А философские темы, они вот отвлеченные, то есть это о жизни, о смерти, о времени, вот о течении времени и вообще такое познание времени – вполне себе философская тема. Место человека в мире, то есть зачем он или каково его предназначение, или поэт размышляет о том, как он бессилен, например. Поэт в широком смысле в стихотворении проскальзывают мысли о том, что человек по сравнению с природой, на фоне природы он бессилен весьма. Но про это тоже еще поговорим. И природа утючего, она одухотворена, очеловечена. Это живой организм, чувствующий, дышащий, живущий. Ну, то есть мы и так с вами понимаем, что природа, да, это и есть вот живое, но у утючего она именно одушевлена, она вот как будто имеет свойства, качества человека, она может, например, гревать или радоваться, или просыпаться, пробуждаться, или наоборот засыпать. Вот это очень отчетливо, очень хорошо в поэзии утючего видно. Также при этом, да, какова еще у него природа? Вот, казалось бы, да, вроде бы вот стихотворение о природе, но что о них можно такого много сказать? А мы находим разные особенности именно изображения природы утючего. То есть я еще раз повторяю, еще раз обращаю ваше внимание, что это не просто картинка такая плоская. Вот посмотрите, вот вам лес, или вот вам река. Вот сидите, смотрите. Нет, нет, там есть еще и наблюдение, размышление. Вот природа одухотворена. Она постоянно находится в движении, она переменчива. То есть, опять же, повторю, вот это вот тот пейзаж, который нам показывается, это не как на картине или на фотографии, когда вот она, вот кадр такой застывший. Вот, а показывается нам вот именно движение, переменчивость в природе. Она же, да, не стоит на месте, даже зимой ничего не замирает, не засыпает. И что же мы можем сказать о человеке? А то мы все о природе, о природе, да, но у нас же там присутствует как-то, как-то, не всегда прямо, иногда так скрыто присутствует на фоне этой природы человек. И вот именно это такое тютчевское мировоззрение, это вот именно его взгляд на мир, взгляд на жизнь. Человек, он на фоне природы, вот этой могущественной, одухотворенной, одушевленной, человек на ее фоне бессилен, то есть он не так могуч, далеко не так могуч. Вот, он одинок. И, то есть, вот человек так снизу вверх смотрит на природу. Природа такое вот, божество, можно даже сказать, да, это вот высшая сила, высший разум, вот, а человек, он так снизу вверх на нее смотрит и не может с ней сравняться. Ну, и когда мы с вами поэзию тюльчевскую почитаем, то мы обнаружим, что его речь, она весьма возвышенная, весьма торжественная. Вот, он иногда там какие-то достаточно старые словоформы использует, вот, у него так много пышных писаний, эпитетов, да, на всякий случай напоминаю, эпитет – это образное определение, образное определение. То есть, отвечает на вопрос, какой, да, и описывает предмет, то есть, не просто как-то красиво, вот, это важно понимать, что эпитет – это не любое там красивое определение, вот, а именно образное, то есть, слово часто употребляется не в прямом значении и добавляет дополнительных смыслов к описываемому. Например, мы можем сказать «золотые облака». Это не значит, что они из золота сделаны, вот, это значит, что их там солнце подсвечивает и кажется, как будто они золотые, с такими каемочками. Но видите, как я это все долго объяснила и совершенно не поэтично, а вместо этого можно сказать «золотые облака». Это у нас эпитет, получается, образное определение. Эпитет. Итак, друзья, значит, еще раз давайте так обобщим наши знания. Сейчас уже на конкретных примерах мы посмотрим особенности поэзии Тютчева. Значит, пейзаж, так вот, во главе всего, да, пейзаж преобладает. Природа при этом, это не застывшая картинка, она одухотворена, очеловечена, это живой чувствующий организм, при этом она еще переменчива, многолика, постоянно находится в движении, кроме ярких таких картин природы, яркого изображения сезонов каких-то, зимы, весны, лета, осени, Тютчев также описывает переходные периоды, переходные состояния. Мы из одного сезона в другой перетекаем, перемещаемся. И на фоне вот этого пейзажа мы видим человека, который достаточно слаб и бессилен, то есть он не царь природы, а наоборот весьма, ну даже можно сказать, ничтожен, то есть иногда прям это проговаривается в поэзии, что человек ничтожен на фоне природы, вот ее могущества. Так, ну и чтобы не быть мне голословной, чтобы не рассказывать абстрактные вещи вам много, давайте мы сейчас почитаем стихотворения. Их будет немного, но вот мы в них поразбираемся. Итак, первое стихотворение, нет у него названия, по первой строчке называется «Неохотно и несмело». Неохотно и несмело солнце смотрит на поля. Чум, за тучей прогремела, принахмурилась земля. Ветра теплого порывы, дальний гром и дождь порой, зеленеющие нивы зеленее под грозой. Вот пробилась из-за тучи синей молнии струя, пламень белый и летучий окаймил ее края. Чаще капли дождевые, вихрем пыль летит с полей, и раскаты громовые все сердите и смелей. Солнце еще раз взглянуло из-под лобья на поля, и в сиянье потонула вся сметенная земля. Итак, давайте разбираться, о чем вообще здесь речь идет. Мы понимаем, что это летний день в поле. Что же мы здесь видим? Неохотно и несмело солнце смотрит на поля. Вот смотрите, уже мы видим одушевление, одушевление, олицетворение. Олицетворение, напомню, это наделение неживых предметов или явлений, в том числе природных, свойствами и чувствами человека. И вот как раз мы утючего сразу встречаем. Солнце неохотно и несмело смотрит на поля, как человек. Чу, на всякий случай, если непонятно, что это такое, встречается иногда в литературе 19 века, это такой вот возглас, чтобы привлечь внимание. Чу, за тучей прогремела, принахмурилась земля. Вот смотрите, опять у нас олицетворение. Земля принахмурилась, то есть все живое. Ветра теплого порыва, дальний гром и дождь порой. То есть мы находимся с вами в поле, а в поле обзор очень широкий, нам далеко-далеко видно. Горизонт очень далеко отстоит, и на таких пространствах видно, если дождь, например, идет где-то вдалеке, еще к нам не пришел, но прямо можно эту полосу видеть, как она двигается, полоса дождя, такая вот вертикальная. Даже здесь вот на картинке, вот, кстати, видно, вот здесь вот явно дождь идет. Вот здесь, где мы находимся, дождя нет, а тут вот он движется. Смотрите еще, зеленеющие нивы зеленее под грозой. Ну, нивы – это поля, и вот с помощью такого повтора усиливается ощущение вот этой зелени летней вокруг, зеленеющие нивы зеленее под грозой. То есть, казалось бы, мы в нашей такой речи, вот, да, обычной, там, когда, допустим, в школе сочинения пишем, или даже в устной речи мы это подмечаем, у нас попались подряд два однокоренных слова, ну, как-то не очень хорошо, да, вот есть еще выражение «масло масляное», которое обозначает, что многовато слов с одним корнем, да, повторы эти, они не очень речь красят. А здесь, как ни странно, да, вот в поэтической речи утючего вот эти зеленеющие нивы зеленее под грозой даже и добавляют, добавляют этой яркости, добавляют зелени в наш пейзаж. То есть, мы вот, да, с вами стоим, находимся в поле и наблюдаем за этой приближающейся грозой. То есть, тучами небо уже обложило, но гроза еще не пришла, там еще солнце даже выглядывает. Вот пробилась из-за тучи синей молнией струя, пламень белый и летучий окаймил ее края. Вот, смотрите, да, молния, когда вообще она появляется в небе, ну, это же секунды буквально, ну, если там, да, гроза большая, молния иногда бывает огромная, даже мы можем в течение, ну, может быть, там, по паре секунд ее наблюдать, ну, когда вот особенно, особенно огромная. А тут, смотрите, вот это явление, там, на секунду, на две, Тючев описывает аж в целом четверостиши. Вот пробилась из-за тучи синей молнией струя, как он, да, он молнию называют струей. То есть, говорит, синий молния, то есть, молния у нас синяя, пламень белый и летучий окаймил ее края. Ну, это вот, если мало ли, там, и сами видели, и иногда можно же найти вот фотографии, фотографируют же молнии, и там видно, да, что вот молния, она прям окружена, как будто бы, ну, вот по краям у нее идет, да, вот такой яркий, яркий белый свет. Так что вот, да, Тючеву удалось это секундное явление природное описать в целом четверостиши. Так, и вот, вот, вот она уже, да, подбирается, подбирается к нам эта гроза, чаще капли дождевые, вихрем пыль летит с полей. Это, да, конечно, всегда перед началом грозы, сильный такой порыв ветра. И раскаты громовые все сердитей и смелей. Вот смотрите, да, раскаты сердитые. Опять у нас олицетворение. Солнце еще раз взглянуло из-под лобья на поля. Ну, из-под лобья это вот так вот смотреть, да, ну, клонив голову и... Так, из-под лба, из-под лобья. Сложное слово, да, вот такое. Пишется слитно. Солнце еще раз взглянуло из-под лобья на поля, как человек, да, оно смотрит. И в сиянье потонула вся сметенная земля. То есть, что мы видим? Мы видим такую борьбу с вами, вот до этого Солнца и грозы. То есть, кто кого переборет, да, пройдет гроза стороной или не пройдет. Вот, но вот, то есть, гроза уже подбирается, подбирается, но все-таки, все-таки, да, Солнце, вот, или оно последний раз свой взгляд бросает на землю перед грозой, или все-таки гроза уходит. То есть, мы не очень знаем, да, исход можно по-разному себе представлять, разразилась гроза или нет. Но вот все стихотворение нас к этому подводит. Мы с вами в ожидании грозы находимся, что, ну, ну, будет, не будет, тоже вот как бывает там где-нибудь на природе, да, или даже в городе, да, вот смотришь на небо, думаешь, ну что, пройдет стороной, не пройдет, или все-таки сейчас громыхнет и разразится. И мы также сейчас с вами, да, в стихотворении читаем и ждем. Ну что, разразится гроза или нет? Вот. Или все-таки туча уйдет, и солнце опять зальет вот это зеленеющее поле. Итак, друзья, ну, надеюсь, что вы вспомнили про олицетворение. Еще раз мы сейчас на него взглянем. Олицетворение – это термин литературоведческий, и мы достаточно часто с ним и раньше сталкивались, и еще будем сталкиваться. Вот. И повторю, что это наделение неживых предметов или явлений свойствами и чувствами человека, ну, или чего-то живого. Вот. Но обычно все-таки человека. Вот. Хотя, например, не знаю, у нас, наверное, может что-то... А, ну вот ветер может завывать. Да, все-таки человек у нас завывает не очень часто, а вот там собака или волк почаще. И вот ветер, если он завывает, это тоже олицетворение. Да, мы ему приписываем свойства живого существа, ну, вот там собаки или волка. Ну, и вот олицетворение, которое мы видим утючево. Да, солнце у нас смотрит на поля, да, причем еще с разными эмоциями, да, и неохотно, и не смело. Земля у нас принахмурилась, тоже как человек, и сердитые раскаты, тоже. Да, вот. У природных явлений появляются свойства человеческие. Ну, наделяются они человеческими свойствами. Итак, еще почитаем стихотворение «Листья». Обратите внимание, здесь у нас от имени листьев стихотворение написано, то есть как будто бы листья обращаются к читателю. Пусть сосны и ели всю зиму торчат, В снега и метели закутавшись спят. Их тощая зелень, как иглы ежа, Хоть век не желтеет, но век не свежа. Мы ж легкое племя цветем и блестим, И краткое время носучих гостим. Все красное лето мы были в красе, Играли с лучами, купались в росе. Но птички отпели, цветы отцвели, Лучи побледнели, зефиры ушли. Так что же нам даром висеть и желтеть? Не лучше ли за ними и нам улететь? О, буйные ветры, скорее, скорее, Скорей нас сорвите с докучных ветвей. Сорвите, умчите, мы ждать не хотим. Летите, летите, мы с вами летим. Такое достаточно по ритму бодрое стихотворение отражает активную жизненную позицию этих листьев, их такое стремление жить полной жизнью. Ну, давайте с листьями сейчас разберемся. Листья, как мы видим, так вообще о себе мнение достаточно высокого, они сначала сравнивают себя вот с соснами и елями, что, мол, они вечно зеленые у нас, да, сосны и ели. Вот, да, Настя. Ой, прошу прощения, Алексия, да, учили стихотворение, да. Ну, оно такое достаточно, ну, легкое для запоминания. Итак, сосны и ели у нас, да, с тощей зеленью. Заметьте, да, как пренебрежительно он называет, тощая зелень, ну, листья их называют, как иглы ежа, хоть век не желтеет, но век не свежа. Ну, то есть они вечно зеленые, но, по мнению листьев, свежести в соснах и елях нет. Вот стоят все время со своими колючками. Себя они, как называют, мышь, легкое племя. Вот, да, мы такие вот воздушные. Цветем и блестим, и краткое время на сучах гостим. То есть, смотрите, у нас тут противопоставление. Противопоставляются вот эти вот угрюмые сосны и ели, которые хоть и вечно зеленые, но нет в них легкости, свежести. Листья говорят про себя, что мы краткое время на сучах гостим. То есть, да, век наш недолог, но зато мы прекрасны. Дальше. Все красное лето мы были в красе, играли с лучами, купались в росе. Немножечко не напоминает ли вам это стрекозу и муравья? Там где, да, стрекоза, лето красное пропело, значит. Прямо даже опять вот этот эпитет красный. Ну, красное лето, я думаю, вы понимаете, имеется в виду не красное по цвету, а красивое, да. У слова красный еще старое значение, это красивое. И здесь, смотрите, опять вот этот повтор. Красное лето, мы были в красе. Опять он подчеркивает с помощью повтора, что и лето было такое время года замечательное, вот, и мы были хороши. То есть, вот это наша такая стихия, говорят листья. Но птички отпели цветы, отцвели, лучи побледнели, зефиры ушли. Друзья, если мало ли кто-то не знает, зефиры – это такие легкие ветра, легкие нежные ветра, не суровые. Вот к зефиру, у которой сладость, отношений не имеет. Так что же нам даром висеть и желтеть, не лучше ли за ними и нам улететь. То есть, вот, да, листья не хотят вот такой скучной, невеселой, угрюмой жизни, да, не хотят они даром висеть и желтеть, как-то вот пропадать осенью и зимой. И просят у ветров, чтобы они их сорвали и унесли. Скорее нас сорвите с докучных ветвей. Докучные – это надоевшие. А вот сорвите нас с надоевших веток. Сорвите, умчите, мы ждать не хотим. Летите, летите, мы с вами летим. То есть, листья, ну, вообще, весьма легкомысленные, да, если мы их так тоже олицетворяем, да, одушевляем, а они здесь одушевлены еще как, да, они, у них есть жизненная позиция, можно сказать, они обращаются к ветрам, просят, чтобы те их унесли, забрали с собой. И они противопоставляют себя вот этим сосным и елем, скучным, таким вот колючим, которые хоть и вечно зеленые, но они не, вот, подобно листьям, они не испытывают такого сиюминутного удовольствия от жизни, которое наши листья явно испытывали в течение лета. Вот летом у них была замечательная жизнь, и они не хотят вот как-то так бесславно увянуть, они не хотят висеть и желтеть. То есть, если это на жизнь человека так переложить, проассоциировать с какими-то жизненными этапами человека, речь же идет о старении, да, то есть, лето как молодость, осень как, ну, уже такая старость, увядание, ну, и зима совсем, совсем уже старость. То есть, листья не хотят стареть, да, они лучше там куда-то вместе с ветрями унесутся, и, может быть, там сгинут, пропадут, чем они будут вот сидеть на этих ветках, висеть и стареть. То есть, позиция листьев, если так можно сказать, это вот позиция таких достаточно молодых людей, которые, ну, хотят наслаждаться жизнью, да, жить, можно сказать, сегодняшним днем, вот, и не хотят старости и такого вот замирания, такого, ну, на их взгляд, вот этого сумрачного, зимнего существования. Вот, но это на самом деле, это не то, что какой-то единственный правильный ответ, единственное правильное понимание этого стихотворения листья. Мы можем к этим листьям относиться по-разному, то есть, кто-то их одобрит, да, что да, так и надо, надо наслаждаться жизнью, да, надо там старости не ждать, а ловить вот каждый момент. Вот, кто-то скажет, что у каждого своя судьба, то есть, у листьев своя такая вот, это краткосрочное, кратковременное блистание, а сосны и ели, у них просто другая судьба, другой, можно сказать, образ жизни, да, они так всегда одинаковые, всегда вот, да, с этими своими иголками одинаковыми, у них нет вот этого периода цветения, нет периода яркой жизни. вот, и, то есть, повторю, мы здесь не должны никого там осуждать или, наоборот, как-то сильно поддерживать, ну, не обязаны, я имею в виду, вот, то есть, каждый себе вот выбирает того персонажа, кто ему симпатичнее. А есть у нас еще и буйные ветры, которые и вовсе могут листья с собой забрать, так что мы можем по-разному воспринимать и листья, и сосны с елями, но мы понимаем в любом случае, что это олицетворение, что у нас природа одухотворена, да, имеет человеческие какие-то чувства, желания и эмоции. Вот такое, ну, такое достаточно, так вот, повторю, с бодрым ритмом, легко запоминается. Так, давайте посмотрим, что еще. Что еще у нас есть стихотворение «В небе тают облака». Так, я, по-моему, кстати, его не выносила. Заголовок слайда. Да, не вынесла заголовок. Ну вот, еще мы с вами, давайте посмотрим на картину. Оно небольшое, это стихотворение. Мы сейчас с вами посмотрим на картину природы, которая вот, на первый взгляд, это то, о чем я вначале говорила, точнее, то, что я отрицала вначале, что как будто это такая застывшая фотография, да, застывшая картина, но на самом деле это не так. То есть с виду мы сначала просто увидим пейзаж, вот, но потом вчитаемся в него. Итак, «В небе тают облака, и лучистое на зное в искрах катится река, словно зеркало стальное. Час от часу жар сильней, тень ушла к немым дубровам, из белеющих полей веет запахом медовым. Чудный день пройдут века, так же будут в вечном строе течь и искрица река, и поля дышать на зное». Значит, какую мы видим с вами картину. «В небе тают облака, и лучистое на зное в искрах катится река». То есть это вот прям середина летнего дня, потому что говорится, что «Час от часу жар сильней, и тень ушла к немым дубровам». Ну, дубровы – это лиственные леса, то есть тень уходит, солнце все выше, тень уходит, час от часу жар сильней, то есть мы опять вот где-то там на природе, в поле рядом с рекой, которая вот, да, как стальное зеркало, еще искрится на солнце. Вот мы находимся в этом поле. Повторю, середина летнего дня, явно вот самая-самая жара сейчас. То есть вот в первой половине, ну, в большей части стихотворения мы видим вот эту картину. Ну, она вроде как застывшая, но все равно она меняется, то есть река катится, облака, не просто они в небе находятся, они в небе тают, жар сильней, то есть тоже даже температура меняется, тень ушла к немым дубровам, то есть все равно вот некое движение там присутствует. Но, тем не менее, мы видим пока что с вами просто пейзаж. А потом последние четверостишие, чудный день. Казалось бы, нам просто говорит лирический герой, что день прекрасен, посмотрите, какая картина замечательная. И дальше у него философское наблюдение, философское размышление. Пройдут века, также будут в вечном строе течь и искрится река, и поля дышать на зной. Вот смотрите, как он говорит, пройдут века, но также будут вот в этом вечном своем круговороте, в этом вечном движении и река, и поля. То есть здесь затрагивается тема времени. Тема времени. Причем обратите внимание еще на год написания, 1868, а год смерти Тютчева, это 1873, то есть за пять лет, получается, до кончины он это стихотворение написал. Понятно, что к концу жизни приходят человеку мысли о времени, о течении времени, о том, что все приходящее, какие-то там человеческие страсти, страдания, все это заканчивается рано или поздно. А вот природа, она вечна, а также будут в вечном строе течь и искрится река, и поля дышать на зной. А и опять, друзья, смотрите, опять у нас повтор однокоренных слов. «Века и вечный строй». Вот мы с вами третье стихотворение уже читаем и находим вот эти вот повторы, когда идут слова однокоренные. И это совершенно не мешает нашему восприятию, а наоборот мы видим, что хочет усилить поэт, на чем он делает акцент, на что обращает внимание. То есть, да, все пройдет, а вот река и поля все так же будут в этом вечном круговороте находиться. Природа вечно, да, человек смертен, природа вечно. Так, ну и последнее на сегодня стихотворение. По первой строчке тоже мы его можем назвать «С поляны коршун поднялся». Вот, и тут увидим мы такое яркое, тоже философское размышление. «С поляны коршун поднялся, высоко к небу он взвелся, все выше, далее вьется он, и вот ушел за небосклон. Природа мать ему дала два мощных, два живых крыла, а я здесь в поте и пыли, я царь земли, прирос к земли». Вот, на всякий случай, прирос к земли, а не к земле, да, тоже старая форма слова. Раньше вот по-другому писали. Итак, мы с вами очень четко видим противопоставление, да, здесь противопоставлен вот этот свободный коршун, свободная птица, человеку, человеку, который вроде как назван царем земли, но при этом он не может подняться, да, с земли не может летать, он не имеет такой свободы, как коршун. И такой прием называется антитезой, антитезой. То есть мы можем просто сказать противопоставление, это не будет ошибкой, мы будем правы, но вот есть литературоведческий термин антитеза, когда мы противопоставляем слова, просто слова, понятия, картины, образы, эпизоды, то есть вот видите, это противопоставление может быть на разном уровне. Мы можем, допустим, написать там война и мир или преступление и наказание. Вот это тоже будет антитезом. Мы два слова противопоставляем, да, два слова противоположных, а может быть на уровне целых образов. Вот здесь же, да, у нас в стихотворении «Посполяный коршун» поднялся противопоставление двух образов. Образа птицы, вот этой свободной, и человека, который слаб, слаб и немощен на фоне природы. Он тоже хотел бы устремиться ввысь, но крыльев у него нет. Он, в отличие от коршуна, не свободен. То есть противопоставляется птица-человек, противопоставляется вот это вот создание природы птицы, которая не называется царем земли, в отличие от человека, но она свободнее. Вот такое трагическое противоречие. И вот эта антитеза, вот это противопоставление подчеркивает как раз бессилие человека перед природой та тема, которую мы часто с вами в поэзии Тютчева увидим. Вот, друзья. То есть мы с вами сейчас прочитали несколько стихотворений, увидели пейзажи, увидели то, что они одухотворены, олицетворены. То есть неживое, оно ведет себя и чувствует что-то как человек. Мы увидели картины каких-то вот тонких, переходных моментов в природе, в пейзаже. Мы увидели это движение, в котором постоянно природа пребывает. А также еще и философские размышления, философские вопросы, которые у Федора Ивановича Тютчева в лирике, в стихотворениях присутствуют. Так что, надеюсь, надеюсь, вы составили себе представление о Тютчеве, как о поэте. И на этом, друзья, мы с вами прощаемся. До новых встреч. Спасибо всем за внимание. Спасибо, кто здесь был. Всем вот увидимся. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok